В Алматы с начала массовой вакцинации больше 250 тысяч граждан получили компоненты. В городе открыто 214 прививочных пунктов. А пока население активно участвует во всеобщей иммунизации, находятся те, кто распространяет слухи о вреде вакцины. Айдана Нураш собрала мнение экспертов, которые развеяли самые популярные мифы. В 150 странах мира на сегодня использовано уже свыше миллиарда 300 тысяч доз препаратов коронавируса. Ученые доказали, что вакцина единственная и действенная защита от ковида. Несмотря на это, противники не перестают нагонять жуть и публикуя в социальных сетях различные фейки о том, что вакцина изменяет ДНК человека, влияя на наследственность и гены. Вакцина не имеет отношения к нашей ДНК. Это кусочек генетического кода вируса. Он вводится в наш организм для того, чтобы выработать иммунитет. Вакцина от нового коронавируса разрабатывается как РНК-вакцина. РНК-компонент вакцины не взаимодействует с геномом человека и не способен изменять его. Это невозможно. Это можно спокойно доказать. А вот что касается вакцинации в период беременности, то медики говорят, что если женщина планирует беременеть в течение полугода, прививаться не обязательно. В случае же, если роженица переболела ковидом, то за здоровье малыша можно не беспокоиться, потому что антитела коронавирусной инфекции могут передаваться от матери к плоду через плаценту. Планировать беременность стоит через месяц после вакцинации от коронавируса. Многие боятся, когда узнают, что, получив прививку, они забеременели. Не стоит бояться или еще хуже делать аборт. Во многих странах, в Канаде и Израиле вакцинируют беременных подростков. Стоит помнить, что пользы от вакцины больше, чем вреда. Еще один популярный миф среди людей – это то, что повышенная температура после прививки может быть опасна для здоровья. Пытуют даже мнение, что сбивать ее не стоит, иначе иммунитет не выработается. Но опытные врачи говорят об обратном. Если повышается температура, можно выпить парацетамол и бупрофен. Если вас будет тошнить, то примите противорвотные препараты. Однако, если вам совсем плохо, нельзя долго терпеть. Низкое давление – это тоже сигнал. Нужно обязательно вызывать врача. Временными противопоказаниями также можно назвать острые инфекционные и неинфекционные заболевания, отмечают специалисты. Вакцинацию нужно проводить через 2-4 недели после ремиссии. То есть, прививаться стоит только после полной нормализации состояния здоровья. Айдана Нураш, Айолам Кольжигет, телеканал Алматы.